Тем более, что про Троицарствие интересно. Книжка хорошая. Да, там две книжки есть на самом деле – одна главная, другая – ещё более главная, но менее известная для широкой публики. В них один минус – если бы там были Сидоровы и Петровы, было бы сильно проще. Да, нашему брату… Имена тяжело запоминать. Имена, причём они такие коротенькие, вроде бы довольно легко, но они через 5 страниц начинают делаться все одинаковые. Например, разница между «Любэем» и «Любаем», она, в общем, чисто умозрительная для русского человека – ну что делать? Да, но, тем не менее, китайцы, эпоха Троицарствия. Вообще, конечно, Троицарствие – это из всех представленных событий самое унылое, что можно придумать, потому что, собственно, Троицарствие в узком смысле предшествовало масса интересного гораздо интереснее, чем само Троицарствие. На мой взгляд, вот я бы чуть-чуть бы отскочил назад. Со 184-го года сначала «Восстание жёлтых повязок» в империи Хань, потому что 190-й год тоже захватывает вполне себе «Восстание жёлтых повязок», ну а чё 6 лет-то выпустили, даже не знаю, жалко, что ли, было. Потому что «Восстание жёлтых повязок» – это было прямо вот огонь. Ну, как ты правильно сказал, всё воссоздаётся на основе романа Троицарствия. Роман был написан в XIV веке, т.е. сильно позже описываемых событий, потому что эпоха Троицарствия закончилась в 280-м году. Т.е. через 1000 лет написали, с хвостиком. Ну да, через 1100 лет, ну где-то так, романтическая традиция. А есть хроника Троицарствия, которая была написана сразу после рассматриваемых событий, человеком, который, по крайней мере, излёт данных событий мог наблюдать и лично общался с живыми участниками, читал настоящие документы. Мы, конечно, про хронику будем говорить. Только хардкор. Да, но отличается оно понятно, чем. Потому что же в романе понятно, что каждый генерал – это не превзойдённый мастер Ушу-Укушу, а также кунг-фу, и он при помощи копья или какого-нибудь другого подручного инструмента один стоит, например, на человек 150-200, чисто как у Джона Ву, там, когда все ловко прыгают на канатах, там – ха-ха-ха, такие прям все гибкие такие все. Я только вчера ходил, смотрел художественный фильм Джон Уик-3, где на него напали китайцы. Китайцы. Мистер Джон Уик, очень большая честь драться с вами. Давайте. Сань-го-джи называется эта хроника. Да. А хроника понятна, там всё по хардкору, там если генерал один куда-нибудь выползет, его тут же и придавят. Товосеньки. 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 Поэтому, конечно, генерал ходит с отрядом телохранителей, с личной гвардией, всё как положено. Используется какое-то невероятное количество боевых средств, вооружений, родов войск, подтипов войск, ну всё как в Китае положено. Они там были страшные любители, чтобы вот все занимались своим делом. На войне тоже. Ты стреляешь, ты колешь, ты рубишь, ты скачешь, ты охраняешь, и всё там называется красиво, быстрые, как тигры, там всякая спокойная заводь, а полк спокойная заводь, я бы хотел в таком служить, там, видимо, хорошая служба, тихая. А правду говорят, что вот эти вот все цивилизации, которых рис выращивают и которые рис жрут, что они все страшно склонны, эти цивилизации, к дисциплине безумной? Тут двояко, потому что если мы говорим конкретно про Китай, как ты понимаешь, рис-то кушают не только китайцы, а, например, ещё тайцы, вот там у тайцев с дисциплиной такой порядок вообще, даже не очень понятно, как они дожили до сегодняшнего дня, однако дожили. Вот в Вьетнаме тоже рис кушают со страшной силой, там тоже у них с дисциплиной нормально всё. Китайцы сильны тем, что их прямо с самого начала было страшно много, и причём расселялись они не на территории современного Китая всего, а на очень небольшом пятачке – вот это между речи Янзы и Хуанхэ, причём началось всё в среднем течение, они до побережья не доходили изначально. И вот когда мы говорим о империи Хань поздней, там незадолго до описываемых событий была очередная большая перепись, там переписали что-то чуть больше 40 миллионов человек, т.е. примерно столько, сколько проживало во всём остальном мире разом, я подозреваю. Круто. А правду говорят, что в Гражданские войны у них там типа 50 жило, Гражданская война закончилась, осталось 10? Немножко не так. К началу периода Цзинь, когда у них возникла вроде как новая единая династия, которая вроде как – это причём, подчёркиваю, жирно – вроде как объединила обратно Китай, вот после указанной переписи 40 миллионов миллионов, следующая дзиньская перепись – это, ну, лет через 150 примерно после того, что там было, осталось 16 миллионов. Вот неплохо, да. Вот. Правда, конечно, тут все исследователи современные хором говорят, что что-то тут не то, потому что не могло столько людей перемиреть. Это же понятно, что за 150 лет – это не потери, а просто демографическая дыра безумная, то есть, 2 трети населения куда-то пропало, и должно было бы, если бы всё было бы в порядке, к этому периоду остаться – не остаться, а наоборот, получится – миллионов 50, наверное, т.е. разрастись должны были сильно за такой период, а вот 16, т.е. в веках просто убыль жуткая. Судя по всему, это связано с тем, что или они переписывали по-другому, по другой методике, считали только дологоплательщиков, просто а что всех остальных-то считать, или очень много народу переселилось на юг, а юг, Гуанчжоу – это сейчас, если куда-нибудь плюнешь, обязательно кому-нибудь на лысину попадёшь, а тогда там просто никто не жил, это была практически пустыня. И этих людей просто было не учесть. Но в любом случае, потери в народном населении были просто чудовищные, т.е. конечно, возможно, не две трети, но если мы говорим о наших, в кавычках, «любимых демографических ямах», вот это она и была – настоящая демографическая яма, которая потом аукалась, да, собственно, она аукнулась так, что Китай же антично не выжил, потому что когда мы говорим именно о китайской периодизации своей истории, они говорят про Древний Китай, вот мы сейчас тоже будем говорить про Древний Китай, и после падения окончательного империи Дзинь, это 420 год, V век, они говорят о традиционном Китае, т.е. это был такой слон, которого китайская цивилизация, именно Древняя, просто не пережила, т.е. они пытались пересобраться как-то в течение, условно, с 280 года по 420, и ничего не вышло, т.е. их скушали соседи, они скушали друг друга, и потом там начался период очень интересный северных династий, южных династий, т.е. они до эпохи Танн, т.е. до 7 века, т.е. эпоха Танн – это, конечно, суперрассвет всего Средневековья, с 7 до 9 века там было просто всё прекрасно, но вот этот период межвременья, он, кстати говоря, абсолютно совпал, практически по историческим меркам, наверное, именно абсолютно он совпал с падением Римской империи на другом конце географии. Страшно. Да, это продолжалось, ну, считай, полтысячелетия, вот это вот безумие, т.е. если мы говорим о поздней Хань, то проблемы-то начались там, конечно, в начале нашей эры, т.е. где-то в районе 20-х годов уже нашей эры, если мы говорим о христианской периодизации от Рождества Христова, империя Хань, которая просуществовала, ну, по факту, 400 лет после падения империи Цинши Хуанди, вообще в глухой античности, империя Хань подхватила выпавшее знамя, 200 лет она существовала, но так как оно невероятно расширилось, ну, по крайней мере, по меркам того периода, оно вынуждено было защищать небольшие границы, вести войны, и при этом оно не могло перейти на новый технологический этап развития никак, а народу, повторюсь, 40 млн., т.е. с одной стороны, они могут очень много произвести, если их правильно организовать, а с другой стороны, они все кушают, причём кушают столько, что сколько можно 40 млн. человек съесть, очень много, и при первом же нестроении, неважно, политическом ли, экономическом ли, климатическом ли, вот в 2011 году Хуан Хэ сменила русло, это, понятно, было что-то типа всемирного потопа, это было далеко не первый раз, потому что китайская цивилизация – это одна из цивилизаций, которая имеет легенду о всемирном потопе, именно потому что они живут на берегах гигантских рек, которые могут вот этак поступить со своими обитателями. Вот в 2011 году Хуан Хэ сменила русло, там страшный потоп, десятки тысяч людей просто утонули, и всё, т.е. у тебя баланс смещается, и наступает голод, отсюда сразу возникают разные религиозные течения упаднические, которые выступают, идеологическая основа различных восстаний, например, восстаний Краснобровых. Вот Ван Ман в начале нашей эры смог с ними справиться и пересобрал империю Хань, вот началась эта вторая восточная Хань, которая просуществовала фактически до 220 года, ну фактически, т.е. на самом деле, конечно, нет, но считается, что вот да, до последний император где-то вот в 220 году был смещён, и поэтому вот считается, что Хань до этого момента просуществовала. Повторюсь, конечно, основа-то была простая, экономическая, потому что простая экономика этой империи перестала обеспечивать, во-первых, поступательный рост, а во-вторых, просто устойчивый базис, и наступила эпоха нестроительных,